Квартира в подарок. В Приднестровье помогают детям-сиротам с жильем. Программа действует уже несколько лет. В Дубосарах сегодня вручили ключи от квартиры Екатерине Килару, как раз на Старый Новый год. Этот день для Екатерины особенный. Сегодня исполнилась ее мечта – собственная квартира. Подарок как раз на Старый Новый год. Успешно реализуя государственную целевую программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителям, нам удалось в конце прошлого года буквально заскочить в последний год уходящего поезда за счет перераспределения средств и экономии средств приобрести еще одну благоустроенную квартиру в центре, в центральной части города Дубосары для нашей Екатерины. Поздравляю вас с таким долгожданным событием. Желаю вам счастливой жизни в собственной квартире в городе Дубосарах. Спасибо большое. Екатерина родилась в Дубосарах в многодетной семье. Когда ей было 9, родители погибли. Она и четверо братьев остались без крыши над головой. Екатерину взяла к себе подруга ее мамы. Вырастила, помогла получить профессию. Тетя Таня, она герой, она действительно герой, потому что я, ой, далеко не подарок. Поэтому спасибо ей. А родственников не было у вас? У меня были братья, но, к сожалению, на тот момент они сами еще были не состоявшимися, чтобы взять меня к себе. Когда стал такой вопрос, что делать со мной, либо интернат, либо опекун, она единственная вызвалась, что никаких интернатов только со мной будет жить. У нее две замечательные дочки было, и я ей стала третьей дочкой. Так что спасибо ей большое. Вторая мама Татьяна узнала о программе для детей-сирот. Помогла собрать документы, встать в очередь на жилье. И вот заветные ключи в руках. Это шок. Ну, то есть, я вот до сих пор держу ключи, мне не верится, что вот у меня есть своя квартира, свое жилье уже. Работаю в Москве, живу там же. Вот сейчас уже могу вернуться уже в свою квартиру. Я не люблю большие города, я не люблю шум. А там без этого никак, тем более, что постоянные толпы людей, от них устаешь. С утра уходишь, ты ночью приходишь и все. Пять часов на сон и дальше обратно. Движение. Екатерина планирует сделать ремонт в новой квартире и вернуться в Приднестровье, чтобы жить и работать здесь.